Приветствую вас. И да, конечно, реально, вполне реально исправить вот ситуацию, в которой, ну, в которой вы оказались, да, и реально исправить ситуацию, если мужчина, как вы говорите, поставил точку, вот. Ну, для этого вам нужно будет начать общение заново с ним. Я не знаю, вот, к этому или нет, да, но нужно будет начать общение заново, и как-то вот, ну, перегрузка какая-то должна быть у такого общения, потому что иначе получится, что вы будете просто, ну, скатываться каждый раз туда, вот. Поэтому здесь нужно обратить внимание на то, что между вами общего, между вами и мужчиной. Вот, и сделать упор на это, на то, что между вами общего. Знаете, что странно в этой ситуации, да, вот ваша боль и обиды, которые есть, они нуждаются в проработке, как мне кажется. Ну, то есть, что значит проработка, да, значит, что с этими чувствами надо поработать, дать вам возможность их прожить, выплеснуть и так далее. Значит, первое, на что хочу обратить внимание, это то, что освободившись негативных чувств от негативных чувств, да, то есть, научишь проживать их, а не бороться с ними, как вы делаете это сейчас. Вы сможете более свободно общаться с человеком, как мне кажется, как мне видится. Вот. То есть, вот прожив, прожив свои чувства, да, прожив свои чувства, свои функции, научившись их проживать, вы сможете более свободны быть в общении с людьми, мужчинами и так далее. Это первое, что важно. А второе, что важно, да, то, что, вот, вы говорите, почему вы хотите общаться с ним, а что бы то ни стало, да, для чего, то есть, для чьих случаях, почему вы хотите общаться с ним, а что бы то ни стало. Знаете, странно то, странно, что вы, вот, говорите в общении, я была пассивна, потому что думала, что это на один раз. Так и случилось, что он уехал. Но в переписке вы начинаете ревновать. И вот у меня к вам вопрос. Такого плана. Когда вот ситуация начала меняться, в какой момент она начала меняться, что вы переключили с идеей, того, что это на один раз, да, с идеей того, что это мужчин на один раз, с идеей, что вы прямо этого хотите, вы прямо в этом нуждаетесь, и так далее. Я бы очень хотел, чтобы вы на этом заострили внимание. Этого достаточно. Следующее, о чём хочу сказать. Это момент про привязанность. То есть, вы выбираете человека, который живёт в другой стране, только лишь бы не привязаться к нему. Скажите, а почему вы должны привязаться к человеку? Что образовывает вашу привязанность? Ну и не кажется ли вам, что не желая привязаться, вы, собственно, уже привязались сейчас? То есть, посмотрите на эту ситуацию вот с этой стороны. Следующее. Обиды и боль. Как они возникают? То есть, о чём здесь конкретно идёт речь? Вас как-то задевает действия человека? Вам как-то более неприятно то, что он делает, то что происходит? А что происходит? Как это более обидно? Как это у вас? Следующее. Там, где вы говорите про мотоизду, что вы не сделали экзамен на мотоизду, в скобочках вы пишите, что он мотоциклист. Я к вам вопрос. А вы мотоизду и хотите заниматься, потому что вам это нравится, или потому что он мотоциклист? То есть, условно говоря, готовы ли вы заниматься мотоизду без него, вот сейчас, когда человек, по сути, завершил с вами общение? Следующий. Следующий вопрос, он будет такой, несколько про вас. Вы насколько себе сами интересны? Интересны ли вы себе сами вообще? Потому что у меня, честно говоря, сложилось такое впечатление, что вот эта ситуация, она как бы хорошо так продемонстрировала факт того, что не так уж вы себе и интересно. Эта ситуация продемонстрировала факт того, что вы по-прежнему хотите прилепиться к человеку, при том, что вы себе, вы даже не допускаете в сознание мысли о том, что вот эта тенденция, она сохраняется, при том, что у вас долго не было отношений. Вот. То есть, тут есть довольно большой плацдарм для работы. Большой, большой материал. Вот. Есть у вас проблема установок, что возраст вам 32 года, вы говорите, это не очень хорошо, не очень хорошо, для кого? Вот. Вот. И вот такая вот история. То есть, чтобы отпустило боль и обиды, вам нужно помочь их прожить. Это психотерапия. Вот. И дальше вы сможете общаться с мужчиной, при условии, вы сможете перезагрузить общение, начав его на, скажем, почве какого-то общего интереса. Еще один момент. Чем обусловлено то, что вы познакомились на сайте знакомств? Почему не в реальной жизни вы знакомитесь? Из-за привязанности? Но ведь то, что происходит сейчас, привязанность, то же самое. Ну то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, от чего вы бежали, по сути, к тому, к тому и пришли. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ был полезен. И буду рад получить адрес обратную связь и откликать на мой ответ. Всего доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!